А вот здесь у нас одна из самых крупных бесхвостых амфибий, жаба-ага. И посмотрите, она уже начала линять, ну и хоть самое начало мы пропустили, но это буквально 30 секунд, и самое интересное все еще впереди. Мы привыкли к тому, что рептилии, змеи, ящерицы линяют и сменяют свою старую шкурку на новую. Но как-то вот обычно мы не знаем или не обращали внимания на то, что точно так же делают и земноводные. Причем некоторые из них линяют гораздо чаще, чем присмыкающиеся. Некоторые могут линять даже ежедневно. Поэтому как бы сказка про царевную лягушку, которая снимала свою шкурку, превращалась в Василиюсу Прекрасную, в общем-то, в чем-то имеет свои какие-то корни. И поскольку в шкурке содержится достаточно много питательных веществ и полезных минералов, то амфибии стараются ее съесть, чтобы не расходовать их понапрасну. Кроме того, сброшенная шкурка может привлечь внимание хищника и выдать убежище амфибии. А амфибиям это ни к чему. Поэтому это еще один повод избавиться от своей шкурки. Сейчас хорошо видно, как она помогает своими глазами, моргая. И когда глаза погружаются в ее пасть, череп у них достаточно ажурный, и большие глазницы позволяют глазам провалиться прямо в ротовую полость. Таким образом, она подталкивает шкурку глубже в пищеварительную систему, заглатывая ее. И помогает себе лапами, снимая ее с брюшка, с локтей. Достаточно непросто, потому что шкура большая, прилипшая к той коже, которая на ней осталась, цепляется за локти. Но жаба потихонечку с этим пытается справиться, подталкивая глубже и глубже. И на самом деле механизм сбрасывания шкурки у амфибий и рептилий достаточно похож. И похож на то, как у нас происходит обновление кожи на мозолях или при ожогах. Под верхним овертвешим слоем кожи образуется новый ороговевший слой, а затем между старыми и новыми слоями шкура расщепляется, позволяя верхним слоям отпасть. И в этом расщеплении как раз вырабатывается вот та жидкость, которую мы сейчас на ней видим, которая смачивает ее кожу. При этом достаточно хорошо заметно, что шкура у нее сейчас очень светлая, нетипичного почти белого окраса, но буквально через час-другой она потемнеет, отвердеет и жаба будет выглядеть гораздо более привычным образом, окрашенная в приятные кричневатые землистые тона. Не просто линять, будучи такой большой жабой, но она как-то справляется. Обычно она старается делать это в какое-то более незаметное время, и просто приходишь утром, смотришь, ага, ночью жаба полиняла. А сейчас нам повезло, мы смогли это застать почти с самого начала. Ну и сейчас особенно хорошо видно, как у нее выделяются на шкурке бугорки, ядовитые железы и крупные околоушные паротиды. Вот она раздувается, стараясь спихнуть шкуру со своих лапок, и снять их из-под мышек, через локти пересунуть, и запихать в рот. Собственно, вот линька практически уже закончена, осталось доесть совсем немножко, и она вот раздувается, счетствует остатки шкурки, подпихивая их внутрь. И глазки закрыла. Субтитры создавал DimaTorzok